Приветствую вас. Я думаю, что совершенно очевидно, что вы ревнуете своего молодого человека, совершенно очевидно, что вы не уверены в себе, совершенно очевидно, что вы боитесь потерять его, ну вот, вы его, мужчину, боитесь потерять. Вот, и, соответственно, боитесь со статусом, скорее всего. Скорее всего. Либо вы боитесь со статусом, либо вы боитесь, что подтвердятся некоторые опасения ваше ответ, относительно того, чтобы вообще-то есть кто-то лучше, чем вы. Вот. Что вам очень неприятно. То есть, некоторые ваши собственные противоречия и страхи, да, определяют ваше поведение. И, соответственно, мотивируют вас к тому, чтобы делать то, что вы делаете, в том числе, относительно неуважительно с личным гранитом вашего молодого человека. Вот. При том, что вы не женат. Да? И, в общем-то, они ничего друг другу не должны. Кстати, вопрос того, как вам угрожают вот эти девочки. Вот. Ну, по факту. Как вам угрожают их, ну, их наличие, их внимание. Вот с этими нужно работать. Возможно, вы слишком сильно нуждаетесь в своем мужчине. Возможно, он стал слишком много для вас. Значит... Возможно, есть какая-то, ну, есть какая-то еще причина. Но так или иначе с этим не заработать. Вы не сможете реагировать как-то по желанию. Вы реагируете так, как реагируете. На это есть причины. Нужно с этими причинами что-то сделать. Вот. Потому что, похоже, вы не осознаете в полном мире то, что с вами происходит. Вот. Ну, в любом случае, вам можно помочь. Если сначала вы, а потом, возможно, вместе с молодым человеком, обратитесь на консультацию. Возможно, вместе и вместе уже поработать. Надо гармонизация отношений. Вот. То есть очень важно, чтобы вы отдавали себе отсчет в том, что проблема эта исключительно ваша. Что вы ревнуетесь. Молодой человек по факту вам не дает никаких оснований. Ничего плохого он не делает. Да? Вот. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее, вы все равно ревнуетесь. Вот. Тем не менее, вы все равно боитесь. И я думаю, что на это вам в первую очередь и нужно обладать свое внимание. На себя. Именно на себя. Что мотивирует меня так ввести по отношению к нему. Почему я, значит, считаю, допустим, что могу нарушать личные границы и личное пространство человека для своей безопасности. Скажем так. Вот. То есть это очень важный момент, на который нужно вам обратить свое внимание, если вы хотите поработать, если вы хотите поисследовать и сохранить свои отношения. antalinski к нему. Скажем так же, а я не буду обратить свое внимание. В целом, есть ощущение, что вы через черт сильно зависите от человека, и вот в этом на это я нужно обратить вам свое внимание. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я желаю вам всего самого доброго, Арина, и удачи.